Также регуляризация несколько изменяет нашу задачу, когда у нас есть много минимумов. Вот рассмотрим ситуацию, когда наша лос-функция это косинус альфа, и мы прибавляем к этой лос-функции регуляризацию лямбда альфа в квадрате. Вот что у нас получается. Когда у нас регуляризационный коэффициент лямбда равен нулю. В этом случае мы будем минимизировать косинус альфа. И минимумов у косинус альфа много. Есть минимум на значении минус π, есть минимум на значении π. Также есть минимум на значениях π плюс 2πk, где k это целое число. Минумов у этой лос-функции бесконечно много. Теперь введем некоторый регуляризационный коэффициент. Если мы возьмем регуляризационный коэффициент равным 0,1, то есть каким-то небольшим, в этом случае у нас уже не все минимумы функции косинус альфа одинаково хороши. А глобальных минимумов остается всего два. Это минус π и π. Есть еще несколько локальных минимумов, которые могут находиться в точках π плюс 2πk, где k это целое число. Однако находятся ли во всех этих точках локальные минимумы или нет? На самом деле нет, потому что функция альфа в квадрате растет достаточно быстро. И наступает такой момент, когда альфа в квадрате растет быстрее, чем может падать функция косинуса. И когда начинает выполняться вот это условие, у нас все минимумы сглаживаются, то есть их больше нет. Когда альфа удовлетворяет этому неравенству, минимумов в точках π плюс 2πk, где k это целое число, не остается. А в тех точках, где это неравенство не выполняется, минимумы локальные остаются. И при некотором значении λ наступает такой момент, когда все локальные минимумы исчезают. И у нас остается всего два глобальных минимума. Если мы будем дальше увеличивать коэффициент регуляризации, то у нас и этих минимумов не останется. А останется один глобальный минимум, который будет равен нулю. Но очевидно он уже не является интересующим нас решением задачи. Стоит здесь отметить, что при введении вот такой регуляризации, минимум, конечно, находится не в точках π плюс 2πk, а находится недалеко. Потому что мы вводим какое-то дополнительное слагаемое, и у нас получается, что минимум все же немножко смещается. Однако эти локальные и глобальные минимумы находятся недалеко от исходных точек минимумов. Продолжение следует...